Я не могу есть в своих ресторанах спокойно, потому что я все равно работаю. Чтобы приготовить омлет, надо взять минимум, на мой взгляд, три яйца. Мне кажется, вы дружите со всей Москвой. Хотел бы быть ресторатором, но приходится быть бизнесменом. Сложно. На самом деле сложно. Я даже не кокетничаю сейчас. Ну, я так, я не люблю хвастаться. А у меня денег больше. Мишлен все-таки дал такой, знаете, немножко нам такой аванс, чтобы никого не обидеть. Аркадий, что-то в тебе изменилось? Я все время ищу преемника. Кому это все нужно без меня? Я бы готов продать. Как долго вы протянете, ничего не делая? У меня нет уже этого азарта, такого, который был раньше. Я вообще закрытый человек, я в себя внутрь никого не пускаю. У меня есть мечта одна. Пять лет потерпеть, и я свалю потом. Пять лет потерпеть, и я не знаю. Пять лет потерпеть, и я не знаю. Да, сейчас я скажу, да. Начинаем. В принципе, можем и начать, в общем-то, если хотите. Там, потому что люди будут ходить, ничего страшного, да? Мы там забаррикадировались. Подойдите на секундочку, да. А потом уже не надо будет, да? Смотрите, там вот тот стол, вот, видите, не должно быть. Нет, сейчас не надо делать, а на будущее, давай, сейчас мы уйдем. Поправьте видео, проверьте, пожалуйста. Ладно, давайте, спасибо. Подложили салфетки, чтобы он не качался, наверное, да, это неправильно. Вы все время работаете, даже сейчас. К сожалению, я, на самом деле, поэтому не люблю ходить в свои рестораны, обедать или есть там, отдыхать, потому что все равно это моя работа. Все равно я буду смотреть и контролировать. А если я прихожу в чужую сторону, то это, хоть трава не расти. Вот это для меня отдых, да, я расслабляюсь. Я посмотрела массу ваших интервью, и там есть такая математическая последовательность. Вы начинаете там несколько лет назад, вас спрашивают, сколько у вас ресторанов, вы говорите. Около 20 потом, около 50, около 70. Последнее было около 100. Сейчас не поменялось? Может, чуть побольше, наверное. Продолжим эту последовательность. Я не знаю, но, наверное, может быть, больше, наверное. Есть какие-то сетевые рестораны, мы их не берем. Я не знаю, честно говоря, я не считал, честно. Ну, может, 100, может, 120. Около 120. Ну, может быть, да. Я вообще на выезд бумажками, мне нравится творческий процесс, вот как тарелочки стоят, как еда выглядит на тарелке, опять же. Какой сервис, какая атмосфера, дизайн. Я все-таки творческий человек, а вот все связано, все, что связано с цифрами, наверное, я меньше люблю, соответственно, меньше этому удивляю время. Мы эту книгу еще написали, я написал несколько лет назад, «Неправильный бизнесмен». Да, как раз, успешно достаточно, по-моему, два тиража было. Ну, как раз я говорю о том, что я не совсем правильный бизнесмен. В общем-то, я должен был быть просто ресторатором, а ресторатор нормальный. Это человек, который имеет один-два ресторана в идеале, а все, что уже сверху, это уже бизнес. Ресторанный бизнес, это такая вещь не совсем совместимая. У вас целая империя. Слово плохое, империя. Не нравится? Нет, я не люблю империя. Кстати, в журнале Forbes, 20 с лишним лет назад, наверное, была статья, не статья, а это была прям чуть ли не главная обложка, написано было «Империя и их императоры». И там были Ходорковский, Фридман, и в конце я. И вы. И я в конце. И там написано, во всех империях есть тенденция, что они разрушались, да. Кто будет первым, там, так, по-моему. Ну, и, в общем-то, за это время столько всего там произошло. Кого нет, кого, кто уехал, кто еще что-то. То есть из этого следует вывод, что у вас не империя, а республика. У нас, у нас группа компаний. Группа компаний. А кто у вас занимается бизнесом непосредственно, если не вы? Я. Вы? Конечно. Не любите, но занимаетесь. Я и мой партнер, а у нас вообще выхода нет никакого. У меня почти везде есть партнеры, которые, многим нравится принимать участие. У вас очень много партнеров. Почти в каждом ресторане. Мне кажется, вы дружите со всей Москвой. Ну, я, в принципе, всех, да, знаю. Да, все у меня в хороших отношениях. Но вы все-таки ресторатор больше, да? Не бизнесмен. Как вы сами себя вот характеризуете? Хотел бы быть ресторатором, но приходится быть бизнесменом. Ну, слушайте, все равно, в конце концов, ты начинаешь считать, какое количество людей пришло, какое количество людей заплатило, сколько это стоило, какие его результаты, какие расходы, доходы. Но в итоге все равно становишься бизнесменом. Никуда не крути. Мне кажется, то, что вы сейчас описываете, это скорее про бухгалтерию. А это и есть. А бизнесмен, что это? Человек, он должен просто бизнесмен, должен быстро, автоматически их считать. А это арифметика, цифры, которые у него есть. Ну, бухгалтерия – это часть, часть бизнеса. А ради чего все делается? Любой бизнес делается для того, чтобы получить прибыль. Логично? Ну, вот этот ресторан, где мы находимся, вас попросили, как вы мне рассказали перед тем, как мы начали наш интервью, вас попросили этот ресторан немножко привести в порядок, изменить и что-то такое, помочь владельцам как-то его сделать более модным, если так резюмировать. Просто человек, который владеет этим рестораном, это не его основной бизнес, это его хобби. Он просто попросил меня и моего товарища помочь. А для чего вы согласились? Ради денег или ради чего-то другого? Во-первых, мне интересен этот человек, раз. Во-вторых, это действительно красивый ресторан, я вижу в нем потенциал, я вижу, что из него что-то можно сделать. Он расположен в хорошем месте, он правильно сделан. Может быть, единственный минус – в него вложили изначально больше денег, чем можно было. Потом я, когда прихожу в какое-то заведение, у меня автоматически срабатывает мозг, а что бы я здесь переделал, что бы я сделал. Когда я пришел, я видел много каких-то тех вещей, которые, на мой взгляд, может было очень легко и просто переделать. Мы его буквально за полтора месяца, два, мы его подшаманили и, на мой взгляд, очень красиво получилось. Прямо отсюда не хочется уходить. Я практически сюда каждый день приезжаю. Вы приезжаете как управляющий? Я приезжаю сюда как управляющий. Я даже не могу сказать, чтобы я хоть раз здесь был, как сидел, как гость и ел спокойно. Нет. Но мы с вами говорили, что я не могу есть в своих ресторанах спокойно, потому что я все равно работаю. А на работе – это работа, есть эта работа. Ну, к сожалению, знаете, к сожалению, не есть эта работа. А ты, когда приходишь и садишься за стол в своем ресторане, у тебя начинают сразу автоматически работать мозги. Глаза – все ли правильно стоит, правильно ли ходят официанты, как там смотрит гость, не кажется ли мне, что он чем-то недоволен, как правильно, какое принесли блюдо, все ли там правильно в тарелке. Все это отвлекает от расслабления и получения просто удовольствия от еды. Вы перфекционист? Скорее всего. Скорее всего. Как вы с этим живете и со 127 ресторанами? Ну, сложно представить, что где-то что-то не пойдет не так. Сложно. На самом деле сложно. Даже не кокетничаю сейчас. Сложно. У меня, знаете, что интересно, лет семь, может быть, назад или десять назад я тут шел где-то там по ресторану. Вот сейчас вот там валяются листочки. Вот там вот, там валяются листочки. Я их вижу, да. И они, мне сейчас хочется, у меня такое, знаете, желание встать и пойти их поднять и выбросить. Я шел по ресторану и вижу, лежит какая-то, какая-то соринка там что-то. Я ее увидел. И я ее прошел, и я прошел мимо. Прошел мимо этой соринки. Ну, там, чего-то там, какой-то мусоринка маленькая на полу лежала. Я прошел, и я понимаю, Аркадий, что-то в тебе изменилось. Значит, еще там лет там сколько-то назад ты бы моментально остановился, поднял бы это и выбросил бы. В итоге, конечно, я подумал, вернулся, взял ее, но мозг сработал не сразу. Понимаете? Интересно это. Я так понял. Это усталость, это старость, это какое-то что-то другое там получилось, да. Ну, в общем, я люблю порядок. Это когда было? Лет семь назад, может быть, восемь-десять. И вы помните, как вы прошли мимо соринки? Ну, у меня такие, ну, для меня это запоминает такое... Для вас это травма? Ну, как бы, да, запомнилось. Я такие вещи запоминаю. Вот тут наши коллеги знают. Я когда вижу, что что-то не так, у меня начинается, ну, такое, такая шизофрения, реальный психоз. Я не люблю, я знаю, как должна лежать рыба на рыбном прилавке, как правильно должны стоять столы. У нас в ресторанах, в принципе, как в армии, по ниточке там выставляют. Ну... Как вы думаете, люди боятся, когда вы приезжаете в ресторан? Думаю, к сожалению, да. Да. Ну, это неправильно. Ну, наверное. Неправильно? Ну, конечно, нет. Никто не должен никого бояться. В декабре так важно все успеть. Завершить дела, купить подарки, подвести итоги, подготовиться к Новому году. Например, забронировать столик в одном из мишленовских ресторанов. В середине декабря, примерно числа 17-го или 18-го, в них было продано 90% мест. Поэтому важно не откладывать на последний момент, а следить за календарем. Время течет очень быстро. Не случайно в своих коллекциях швейцарский часовой бренд Blancpa уделяет такое пристальное внимание календарям. Дата здесь указывается на основном циферблате дополнительной стрелкой или в специальном окошке. Годовой календарь лунный, полный, вечный и даже уникальный китайский. Все для тех, кто ценит время и умеет правильно им распорядиться. Многие заблуждаются, полагая, что отметив Рождество, швейцарцы не уделяют должного внимания Новому году. В канун праздника швейцарские улочки буквально пропитаны праздничной атмосферой. Повсюду играет музыка, сияют новогодние гирлянды, проходят традиционные маскарады. В предновогодней суете все загадывают желания. И, конечно, с нетерпением поглядывают на стрелки часов в ожидании полуночи. В стремлении открыть новые горизонты часового искусства в 2004 году мануфактура Blancpa представила первую в мире модель с вечным календарем. Кнопки-корректоры в ней размещены под ушками корпуса. Это позволяет настраивать показания календаря нажатием пальца, без применения специальных инструментов-корректоров. Когда часы надеты на запястье, кнопки-корректоры скрыты ушками, а в довершении прекрасный запас хода – 8 дней. Таким образом, корпус часов Blancpa с вечным календарем остается гладким, без маленьких углублений, которые обычно присутствуют на часах с функцией календаря. Вечный календарь – это сложный модуль механической памяти, обеспечивающий отображение числа месяца, дня недели и високосного цикла. Календарь этого типа автоматически учитывает разную продолжительность месяца и не требует никакой корректировки даты вручную вплоть до 2100 года. Модель с годовым календарем показывает дату, автоматически делая поправку на разную продолжительность месяца, но в отличие от вечного календаря не учитывает високосный цикл. Поэтому раз в год 1 марта настройки механизма необходимо корректировать вручную. В часах бланпа с функцией полного календаря день недели и месяц отображаются в двух окошках циферблата. Дата указывается при помощи центральной стрелки. В отличие от годового и вечного календарей, полный не учитывает разную продолжительность месяца, поэтому его необходимо настраивать вручную пять раз в год в конце каждого месяца, в котором меньше 31 дня. В коллекции Виллере этой цели служит стрелка изогнутой формы из вороненой стали. Это дань уважения часовым традициям 18 века. С тех пор показания второго плана отображаются стрелкой особой формы. Именно эту коллекцию называют сердцем бренда. Не случайно классические модели часов объединены под названием Виллере именем небольшой швейцарской деревушке, где в 1735 году основатель компании Жан-Жак Бланпа открыл свою первую часовую мастерскую, оставав самый старый часовой бренд в мире. Отображение лунного цикла в часах Бланпа напоминает об исторической связи часового искусства и астрономии. Владелец может в любой момент узнать текущую фазу Луны. Основа указателя лунных циклов составляет колесо, количество зубцов которого, 59, соответствует протяженности двух лунных циклов по 29,5 дней. По этой причине на диске последовательность лунных фаз изображена дважды. Механизм индикации приводится в движение отдельной колесной передачи один раз в сутки, примерно в 6 часов вечера. Для фазы Луны Бланпа всегда использует прочный сапфировый диск, который мастер покрывает эмалью, а сама Луна прорисовывается художником вручную. Именно поэтому у каждой Луны индивидуальный лик, и в каждой коллекции он свой. Подробнее о традиционных и новых моделях Луны Бланпа вы можете посмотреть по ссылке в описании к этому видео. Когда вы остановитесь? Вот 120 уже ресторанов. Я мечтаю остановиться, на самом деле. Да, вы несколько раз говорили в последних интервью, что вы хотите пойти на интервью. Я все время ищу преемника. Значит, дети, я так понимаю, мои вряд ли будут этим. Я надеялся, что дети будут. У них есть свое представление о том, чем они хотят заниматься, кем они хотят быть. Я пытался их, они начинали там, значит, сын, буквально вчера мы с ним разговаривали, он говорит, пап, спасибо, что ты мне когда-то отправил работать поваром. Он стажировался поваром и официантом. Я понял, что мне это не надо. Он сказал не так, что мне это приземлило. Люди зарабатывают деньги, насколько это сложно, насколько это тяжело. Как тяжела профессия, там, вот, в которой работают сотрудники, что они, в общем-то, зарабатывают не так много, как, ну, как бы, как, вот, может быть, хотелось бы при отдаче, ну, как бы, очень интенсивной отдаче, там, вот, энергии, труда и трудозатрат. Работа профессии очень сложная. Я иногда смотрю, у нас есть рестораны, где есть мангалы, я смотрю, как работают мангальщики, когда этот человек фактически стоит, там, 8-10 или сколько часов у этого мангала, и он этим дышит, и это такая, кажется, вроде простая работа, переворачиваешь шампуры. Нет, это все очень сложно. Я помню, я же тоже поваром работал, и я знаю, как это работало. У меня был момент, наверное, если вы меня спросили бы, какие самые сложные, там, годы, там, были твои работы. Я могу сказать даже, что самое сложное, самое тяжелое время моей работы, это было, когда Советский Союз еще был, когда я работал полтора или два года в ресторане «Гавана». Я работал там заместителем заведующего производства, так называлось, по-нашему сейчас это за СУШЕФ, таких не было слов. Я занимался не только контролем, организацией, то, чем я вот сейчас занимаюсь. Значит, я каждый день разгружал минимум одну или две машины с мясом, с рыбой или что-то, то есть это был тяжелейший труд, реально тяжелейший. То есть я даже разгружал, взвешивал, убирал в камеры, и это все делал я один. И это было реально очень сложное время. Наверное, меня это закалило в какой-то степени. Это не то, что я там много зарабатывал, это вообще три копейки какие-то. Три копейки мне там, может, давали, как в Советском Союзе было там в конце недели кусочек мяса, там, может быть, цыпленочка, и говорили спасибо. За еду работали практически. Ну, там зарплаты были небольшие, зарплаты, я помню, получал от 80 до 100 рублей. Расскажите сейчас, как это устроено, сколько сейчас зарабатывает шеф хороший, сколько СУШЕФ зарабатывает? Ну, может зарабатывать... Давайте так, в Европе и в России сейчас плюс выровнялось, наверное, от нескольких тысяч долларов до 10 тысяч долларов. Шеф зарабатывает хороший, да? Да, может быть, да. То есть это может быть. То есть тут зависит от того, насколько эффективен ресторан сам по себе. От этого зависит, насколько управляющие могут расстаться с этими деньгами. И, наверное, связано с уровнем шеф-повара самого. А у вас есть в ресторанном бизнесе вот эта вот гонка за хорошими шефами? Вы перекупаете друг у друга? Мы не... у нас есть договоренность, мы между основной массой рестораторов... Ну, да, вы же все, мне кажется, дружите. Мы не воруем. Для нас это такое, знаете, как... Вот сейчас подошел бы, мне нравится ваш чехольчик красненький, да. Сейчас я у вас взял бы его, свистнул, да. Нет, у нас хорошие, даже с кем-то дружеские отношения, несмотря на то, что это наши конкуренты и мои коллеги конкуренты. У нас очень-таки правильные, на мой взгляд, отношения. Ну, наверное, порядочность превыше, чем желание что-то иметь. Это очень хорошо, это очень ценно. Да, это правда. Это очень ценно. Не все, как бы, там, мои коллеги, как бы, придерживаются этому, но в основном все. В основном все. Не то, что мы собрались и договорились, но как-то вот так в телефоне или в общении как-то мы договорились, что так не делают. Ну, в принципе, даже и говорить об этом не надо. Существует какая-то определенная этика, наверное, воспитание, культура. Не знаю, мне кажется, это правильно. Я бы хотел, чтобы со мной обращались правильно. И, наверное, люди, которые... Мои коллеги, наверное, тоже так хотят, чтобы мое поведение было. Таким же, как и у них камня. Инспекторы Мишлен отметили отличный потенциал Москвы в области кулинарии и успехи многообещающих шеф-поваров с уникальным кулинарным стилем. Шеф-повара Москвы способны на невероятные, запоминающиеся гастрономические открытия. Они не боятся нового, они амбициозны. Именно они задают новые тренды кулинарии. Так директор гида Мишлен Гвендаль-Пулиник описал столичные рестораны. В список рекомендуемых заведений также вошли два ресторана на территории жилых комплексов компании «Эмер Групп» – «Паризьен» и «Корнер Кафе». Девелопер продолжает удивлять современными решениями и задает тренды в премиум-сегменте жилой недвижимости столицы. В историческом районе Москвы расположился жилой комплекс «МОД». В основе концепции – модерн и функциональность, уют и энергоэффективность. Панорамные окна в пол, дизайнерские лобби, зоны отдыха. Для комфорта и безопасности жителей созданы все условия. Транспортная доступность позволит жителям экономить время. В шаговой доступности метро «Марина Роща», третье транспортное кольцо, а до Цветного бульвара всего 10 минут на автомобиль. Закрытый охраняемый двор, центральная площадь с фонтанами, рестораны, магазины, фитнес-испо-центр, детский сад и даже собственная джаз-гостиная площадью 400 квадратных метров. Это пространство позволит реализовать внутри различные сценарии отдыха для резидентов разных возрастов. Оно легко трансформируется в детскую игровую, зону для выступлений, концертов и фуршетов, а также конференц-зал. Авторские архитектурные решения от бюро «Кляйнвельт Архитектант» в стиле минималистичного модернизма. Само название «Мод» образовано от слова «модернизм». Он будет самым высоким, самым заметным жилым комплексом в локации. У здания отличные видовые характеристики. Вид на зеленую Москву. Мне нравится вид, но я люблю сидеть, повернувшись к нему спиной. Знаменитая фраза яркой представительницы литературы модерна Гертруда Стайн. Думаю, даже она не устояла бы перед пейзажами, открывающимися из панорамных округ жилищного комплекса «Мод». Ее именем, кстати, назван один из корпусов нового комплекса. Остальные названы в честь других выдающихся представителей модернизма в литературе. Томаса Мана, Теодора Драйзера, Альбера Камю, Айн Рент. Индивидуальность каждого из корпусов подчеркивается решениями фасадов. В их отделке использованы натуральный камень и анодированный алюминий. Силуэты трех тонких монолитных башен увенчаны светящимися янтарными коронами. Покупателям доступны лоты различных планировок с отделкой МРБЭЙС. От студий до многокомнатных квартир с четырьмя спальнями. Всего в составе жилого комплекса представлено более 2000 квартир с продуманными авторскими планировками от бюро Лейлы Улуханли. Есть и лоты с финишной отделкой МРРЭДИ. Подробнее о жилом комплексе МОД от одного из крупнейших девелоперов московского региона смотрите по ссылке в описании к этому видео. МИШЛЕН Мишлен. Наконец-то пришедший в Россию. Дядя Миша. Дядя Миша вы его называете? Мишлен, да. А что-то удивило в этой церемонии? Какие-то ауреаты? Церемония. Ну, вообще, надо отдать должное, что вообще это круто, что это пришло сюда. Это правда, да. Да, вообще. Я вообще, когда еще меня спросили бы там года 4 назад, я, во-первых, а, не поверил, что они придут, б, никогда вообще не думал, что мы какое-то будем иметь участие в этой церемонии, потому что моя задача была, я никогда не строил рестораны, которые мишленовские, потому что это отдельная как бы категория ресторанов, на мой взгляд. Так, я просто делал такие едальни. Едальни – это не всегда мишлен. Значит, удивило меня или не удивило? Мне кажется, мишлен все-таки дал такой, знаете, немножко нам такой аванс. Аванс все-таки. Аванс с точки зрения, может быть, не все рестораны, на мой взгляд, заслуживают тех звезд, которые... Какие не заслуживают? Ну, или никакие, не знаю. Может быть, знаете, как... Ну, может быть, не все, я считаю. Не знаю. Может быть, не все. Ваши. Ну, и наши, может быть, и чужие, может быть, какие-то. Знаете, как... Как бы правильно выйти из этой истории. Чтобы никого не обидеть. Ну, мне кажется, для того, чтобы вообще иметь мишлен, надо иметь, наверное, совсем большой опыт работы в ресторанах. Хотя я даже не знаю. Я поняла. Вы все страшно удивлены рестораном, вот этой биологикой. Ну, дело не биология. Все, все равно. Знаете, как, мне кажется, мишлен, когда пришел, им надо было сказать, ну, они же не зря пришли. Им надо было какое-то дать количество ресторанов. Вот они собрали всех и дали в массе своей. Я не знаю, как. Мне сложно сказать. Сказать, что мы недостойны. Нет, ну, вроде достойны. Вроде сказать, что чужие. Просто, смотрите, у меня есть опыт хождения по ресторанам западным, мишленовским. И у меня был, если положительный опыт, и отрицательный. Например, я сейчас был в Париже, вот, недавно. И был в ресторане, который имеет одну мишленовскую звезду. Я пришел туда вечером. Это было очень вкусно. Ну, просто простая еда и очень вкусная. Я думаю, ну, вот это, это гениально. Это вот офигенно. Я заказал стол на следующий день. И уже на следующий день все было немножко по-другому. В том же ресторане. И кажется, вот, все вроде почти то же самое, а бах, и не то. И если до этого я хотел им дать 10 звезд, то в этот раз я думаю, ну, это просто хороший обычный ресторан. И я был, например, в ресторанах с двумя мишленовскими звездами. Ну, это было там лет 8 назад. В том же Париже. В котором, в котором мне вообще не понравилась еда. То есть это было, знаете, как это был голый король совершенно такой. И там все было пафосно, все это все ходили. А все было плохо. Все это было, ну, не по-честному. Это была не еда, это была показуха. Две звезды мишленовских. Я был в Японии в ресторанах, которые имели звезды. Я, например, был в одном ресторане, который мне показалось, что еда просто божественна. У него была всего одна звезда. Ну, в общем, все, знаете, относительно. Относительно, относительно. Потому что мне казалось, что были рестораны в Москве, или есть рестораны, которые могли бы иметь звезды. Они почему-то не получили. А были рестораны, которых наградили, которые могли бы и не иметь. Вы сказали, что мишлен – это особая история, и к ней нужно отдельно готовиться. Ну, да. Делать специальные рестораны. А что специального? Ну, смотрите, мне кажется, все-таки ресторан Мишлен в основном – это хай-кузин. Это высокая кухня. И вот эти рестораны, и «Савва», которые очень талантливым поваром Андреем Шмаковым. Это специально, как бы, ну, не специально были сделаны. Мы, как бы, строили его, как такой вот, как вот ресторан особенный, красивый, с хорошим сервисом, с хорошей едой, с интересным меню, с сетами. Это вот специально так было построено. Надо отдать должное Андрею Шмакову и партнеру моему, Александру Клячину, который это еще и финансировал там уже, в том, что мы именно вот, именно у нас было направление сделать суперхороший ресторан. Вот. Ресторан «Артест» тоже был построен, наверное, конкретно под высокую кухню. Потому что по-другому и не могло быть, наверное. Я читала или слышала в одном из ваших интервью, что вы специально его делали под этого шефа. Ну, мы так и получилось, что я случайно, я познакомился с Артемом, была дегустация, дегустация, в которой принимал участие Артем. И я искал шеф-повара для другого ресторана, более простого. Ну, и вот увидел, что Артем готовит лучше, чем даже мне нужно. И мы договорились с Артемом сделать ресторан. То есть он вот, у нас получился вот... А дорого вообще стоит сделать ресторан на высокой кухне? Ну, дорого, конечно, дорого. Ну, сколько? Дорого. В среднем? Ну, в среднем... Ну, все зависит, знаете, от размера. Например, если мы говорим о ресторанах, например, «Сахалин», который получил Мишель-Леновскую звезду, он большой, там много посадочных мест, его нельзя сравнивать, например, с рестораном «Артест». Ну, мы «Артест» построили где-то, ну, где-то там, где-то больше миллионов положили. Долларов. Да, больше миллиона. Ну, это еще так более-менее плюс-минус, да. Но... Ну, это что? Это дизайн, интерьер в основном? Это дизайн, интерьер, кухня, подготовка, посуда, обучение. Обучение. Много всего. Ну, много затрат. Лабораторию мы сделали, купили всякие аппараты, там, чего только мы не купили. Лаборатория для чего в ресторанах? У Артема, шеф-повара, лаборатория по подготовке продуктов, соусов, ингредиентов и всякой-всячины, да. Тренировка, это... Там прям такая называется арт-лаборатория. Прикольно. Ну, да. Там экспериментируют. Вообще, они там особые ребята, там, космонавты. Я могу омлет приготовить, мясо пожарить, рыбу, а они там колдуют над этим, над всем. А вы же Артема из Питера привезли? Он там работал, в Питере, да. Я даже не знаю, в каком ресторане, я уже не помню сейчас. А чем вообще отличается ресторанная жизнь Питера и Москвы? Мне кажется, это какие-то два разных мира. Да, сто процентов. Я тоже считаю, два разных мира. Я небольшой все-таки знаток питерских ресторанов был в каких-то, не был. Но там совершенно другая культура. Если в Москве это масштабные рестораны, то в Питере это маленькие рестораны. Если мы здесь их стараемся прям сделать в центральном месте, чтобы это было, чтобы мимо них нельзя было пройти, там культура зашла в подворотню, на второй этажик, там маленькая комната, там колдует повар. Другая культура. А с точки зрения еды? Философия другая. Ну, как другая школа, наверное, кто-то как-то учился, знаете, как. Если мы сразу, например, там спортсмены, там прыжки там в длину, кто-то с правой ноги прыгает, тот с левой. В Москве справа, а там с левой. У вас есть там какой-нибудь любимый ресторан, в который вы ходите? Нет, любимый. Я там редко бываю, к сожалению, в Питере. Редко, поэтому не знаю. В питерских ресторанах было, в нескольких. Но в самых лучших, наверное, еще не было. Не можете попасть? Нет, я просто редко бываю. Ну, я думаю, что у нас есть связи. Я, в общем-то, мог бы, наверное, попробовать бы сделать так, чтобы попасть. Но не пытался. У вас тоже стоит очередь в рестораны? Тоже не попасть? Ну, да, они, конечно, стали более популярны с момента, когда там Мишлен пришел, они стали более популярны. Раза в два, наверное, может быть. Сколько сейчас очередь у вас? На сколько месяцев? Я не знаю. Я даже никогда не спрашивал ни разу, насколько вперед заказано. Для меня очень важно, чтобы сегодня ресторан был полный. Ну, наверное, на какой-то есть бронь какая-то, на более длинный период. Я не очень люблю, когда там кто-то из моих коллег даже аббровирует. Вот у нас там на два месяца или на месяц вперед все расписано. Ну, я так не люблю хвастаться. А у меня денег больше. Это ответ сейчас Борису Зарькову был, по-моему. Он рассказывал, что его совершенно не волнует. Борь, не обижайся. Не волнует Мишлен, потому что у него и так очень... Сейчас больше, завтра меньше, поэтому все нормально. У вас денег больше? Ну, я просто, да-да. Вы самый богатый из рестораторов московских? Я думаю, что нет. Я, во-первых, не считал деньги моих коллег, но он... Ну, в принципе, я же, слушай, за 30 лет-то могу что-то заработать. Какое у вас состояние, вы знаете? Состояние... Состояние-состояние. Мы же Forbes предложили. Да-да, я не люблю это. Мы считаем чужие деньги. Я не люблю, когда считают ни чужие, ни свои. Это я пошутил по поводу того, что у меня денег больше. Это так, это... В шутку, да. А как вы придумываете идеи ресторанов? Я даже не знаю, как придумаю. Космос, я не знаю, как придумывать ресторан. Я не знаю, как придумывать. Я не знаю, как придумывать. Просто приходят... Я вижу что-то, если я вижу помещение, у меня есть сразу представление о том, что бы здесь можно было сделать. Если сразу нет, не приходит, то я начинаю думать, и оно приходит потом. Но чем я становлюсь старше, тем сложнее придумывать. Потому что я попал в такое время, когда практически вакуум был у ресторанов, и можно было легко придумывать. Сейчас немножко сложнее. Не планируете ли вы продать? Вот вы сказали, вы ищете преемника, может, продать? Кому это все нужно без меня? Я бы готов продать. Ну, может быть, если кто-то купит. Все же хотят купить, чтобы это все управляло с кем-то. Я бы уже, может, и на пенсию пошел бы. Прямо сейчас интервью дал бы, и прям сразу, да. Вы представляете свою пенсию вообще? Я? Нет. А я представляю. Солнце, море. Коктейль. Как долго вы протянете, ничего не делая? Давайте по-честному. Я не знаю, протянул бы, не знаю. Я люблю, я могу отдыхать. Я, на самом деле, научился отдыхать. Я раньше не умел. Мне когда-то спрашивали, кто-то мне это какое-то интервью брали, спрашивали, а когда-то, во сколько вы встаете, выходите на работу? Я так думаю, как работа? Разве это работа? Это моя жизнь. Сейчас это работа. Все-таки работа. Сейчас это работа, да. А раньше это было, раньше это я просто этим жил. Слово работа не существовало для меня. Просто я растворялся в этом, как сахар в чай. Ну, вот. Давай так. Возраст все равно меняет человека, влияет на человека. По-другому ты начинаешь думать. У тебя появляются какие-то другие желания, представления о чем-то. Так что я, я как все. Я жду 65 лет, пенсия. Мы во сколько уходим? У меня еще есть немножко времени. Мне кажется, смутные времена переживем сейчас и на пенсию. Так что, ребят, всем рестораторам у вас 5 лет потерпите, я свалю потом. Вам легче будет. Я и сейчас уже, в принципе, раньше на меня кто-то обращал внимание, а сейчас уже никто не обращает. Ну, и правильно делаете, на самом деле. В общем-то уже, знаете, уже кони уже, которые раньше борозды не портят, а сейчас уже все, уже. Чего? Мне кажется, вы не уйдете на пенсию. Мне кажется, не уйду. Такие люди не уходят просто так на пенсию. Да, ну ладно. Что за темные времена вы собираетесь? Ковид. А, ковид. Конечно. Сейчас новый вот этот штамп какой-то. Мы тут собрались в Африку. А куда? Теперь думаем, ехать или нет. А, в смысле отдыхать. Ну да. В ресторан. В сафари. Нет. Нам предлагали в ЮАР делать когда-то. Еще много где предлагают. И сейчас мы все равно много где делаем. Ну, посмотрим, что дальше будет. Так это транснациональная ресторанная корпорация у вас уже. Да нет. Ну, в основном все равно это франчайзинги, которые мы даем. Но, тем не менее, все равно это что, там, какое-то отношение к этому мы имеем. Так что, ну, в общем-то, слушайте, у нас уже много в каких странах-то есть рестораны. Да, это правда. Может, на двух руках нет, но больше, чем на одной руке. Дать, посчитаем? Армения, Азербайджан, Великобритания, Катар, Италия, Саудовская Аравия сейчас, Америка, Турция. Турция. Ну, вот, восемь стран. Ну, я же говорю, транснациональная ресторанная корпорация. И все ваше. Ну, на. Ну, денежки надо зарабатывать. Ну, сколько, сколько вам нужно денег для счастья? Сколько вам нужно для счастья? 300 рублей. Да, 300 рублей. А вам сколько для счастья? 300 рублей, да. Да, 300 рублей. Вы когда последний раз готовили? Когда готовил? Да, почти. Сегодня с утра, вот сейчас. Я встретил знакомого, я пока вас ждал, решил заехать в ресторан, посмотреть, как, вот здесь недалеко, как они подготовили завтраку. Все было нормально. Заходит товарищ мой один. Я говорю, а ты чего здесь? Он говорит, ну, вот, решил, ехал по дороге, решил позавтракать. Мем сразу. Я люблю омлеты готовить. Мем моментально приготовил омлеты. Я просто умею это делать. Быстро, вкусно. Как вы готовите омлет? Вы сидите сейчас под новогодней елкой, вот люди встанут, 1 января включат в ваше интервью. Давайте расскажем про омлет. Это надо показать. Я серьезно, это надо показать, а невозможно объяснить. Потому что... Ну, давай так, я попытаюсь объяснить. Чтобы приготовить омлет, надо взять минимум, на мой взгляд, 3 яйца. Я люблю, когда желточки такие более оранжевые. Значит, можно посолить, можно поперчить. Я делаю скрамбл, правильно так называется, вилочкой. Просто его мешаю, первообиваю яйца, мешаю это все вот так вот. Очень важно взять антипригарную сковородку. Желательно налить или растительное масло, или немножко топленого или сливочного. Сковородка должна быть хорошо нагрета. Потом берешь лопаточку, выливаешь эту смесь на хорошо раскаленную сковородку и начинаешь сразу, потому что там снизу пришкваривается это сразу, начинаешь аккуратненько мешать. Не надо мешать много, потому что это превращается в кашу. Не надо мешать мало, иначе превратится просто в яичницу. И ты аккуратно это все мешаешь и готовится ровно 15 секунд. И важно, чтобы тарелка была рядом, чтобы ты это вовремя выкинул на тарелку. Все, вот весь омлет 15 секунд. Омлет Аркадия Новикова. Не все повары умеют готовить вот омлеты на самом деле. Как и жарить картошку, как и жарить котлеты. То есть, знаете, есть повары, которые могут приготовить что-то сложное, а простое не всегда могут. Омлет, я так понимаю, я как раз наоборот. Я простой могу, а сложный. Мне кажется, омлет это какой-то вот у вас прямо тест у поваров. Для меня, если, например, русская кухня, для меня тест это борщ. Ой, борщ, мне кажется, можно с таким количеством способов приготовить. Да. Знаете, чем отличается еврейский борщ от украинского? Нет. Как вы думаете? Густотой. Нет, нет, смотрите. Украинский борщ кисло-сладкий, а еврейский сладко-кислый. Тонкая история. На самом деле, конечно, борщ по-настоящему, на мой взгляд, это украинское блюдо. Правильно, чтобы это... Чтобы правильно... Чтобы ложка стояла. Ложка стояла вполне возможно, да, но правильные должны быть ингредиенты. Очень, знаете, многие перебарщивают туда кладут чеснока, многие делают из него свекольник, кто-то не докладывает томатов, да. Мне нравится, когда там обязательно болгарские или сладкие перцы, когда там есть зелень. Ну, то есть, тонкости приготовления достаточно много, несмотря на то, что это не самое сложное блюдо. И не у всех получаются. Например, я замечал, я много раньше готовил эти борщи, потому что я работал, когда еще в Совке, в советском ресторане. Работал на супах. Такое у меня было борщи. Я готовил борщи, что интересно, стоят две кастрюли, и ты одновременно готовишь, и они все равно получаются разные по вкусу. И какая-то есть магия в этих борщах. Ну, в общем, непростое блюдо. Ну, и в то же время, также опять не все умеют жарить картошку. Это тоже тонкая история. Вроде кажется, все просто. В чем тонкость? Как правильно ее порезать? Как правильно ее жарить? Как правильно ее вовремя перевернуть? Надо ли добавлять, я, например, люблю обязательно лук репчатый. Когда его добавить, чтобы он не перегорел, не подгорел, и не был сырым? Как правильно это перемешать, чтобы была и корочка, чтобы не развалилась, не превратилась картошка в кашу? Ну, много есть вещей. На самом деле, знаете, что у меня есть, сейчас вы меня еще не спросили, а я уже сейчас скажу. У меня есть качество профессиональное. Я знаю, как должно выглядеть блюдо. Сам я могу не приготовить, но я знаю, как это должно быть. Я все время сравнил с тренером. Например, в большом теннисе, я вот знаю, есть игроки, которые играют хорошо, но если возьмет тренер ракетку, он все равно не сможет так же отбить и так же там играть. Но он обучает и говорит подопечному, игроку, ты должен делать так-то и так-то. Вот я знаю, как тренер, как должно быть, но уже какие-то вещи сделать сам не могу. Философия. А вы-то думали, вы все про деньги, про деньги. Ну, мы же... Тут искусство. Мы же деловой журнал. Мы тоже про и про искусство, и про деньги. И, кстати, на самом деле, когда-то Форус написал, это был какой-то 2000-й год, что-то типа, Новиков сдулся. Не читали эту статью? В 2000 году? Да, наверное, 2000. Что Новиков сдулся. 21 год назад? Взяли интервью еще моих каких-то партнеров, которые написали, что Новиков неправильно управляет, что он мог бы вообще управлять по-другому. И, в общем-то, там где-то правда была. Дело в том, что для меня просто система управления, я не хотел превращать наши вот эти все рестораны в один сетевой проект. Я очень хотел, чтобы каждый ресторан был индивидуален. И каждый ресторатор, и каждый управленец в ресторане или шеф-повар мог выбрать себе свой помидор, свой огурец, свой кусок мяса, своим путем его как-то приготовить, по своим рецепту. А в статье было написано, что все должно быть вот так вот, как, знаете, как общая система управления, общая, как в армии все, общие там закупки. Никто мне, главное, не спросил, Аркадий, а как вот ты считаешь, почему ты так сделал? Они все как-то написали, вот, все, сдулся. Я, честно говоря, так чуть-чуть подобиделся над Форбс, потому что это... И 21 год помните? Вы какой-то обидчивый человек. Понимаете, мне это тогда задело, на самом деле. Реально мне это задело. Ну, потому что, знаете, когда кто-то что-то пишет, он должен до конца разбираться вот в процессе. Без сомнений. Да, в чем. Почему этот человек сделал так-то? Наверное, у него были какие-то причины. Или почему он не сделал так-то? Были у него какие-то причины. Но вот у меня были, а написали, что я... Да. Я же неправильный бизнесмен. Было все написано. Я же не говорю, что я правильный. Что значит быть бизнесменом, предпринимателем в России для вас? Вообще ничем не отличается от предпринимательства на Западе. Вообще ничем. Все то же самое. Мне кажется, никаких проблем особенных нет. Нет мафии, нет ничего. Мне кажется, в России даже проще быть бизнесменом, чем на Западе. Вам кажется, проще? Ну, если меньше каких-то правил и требований, значит, соответственно, больше диапазон чего-то можно было сделать. Больше возможностей в России. Это сейчас? Сейчас. Не всегда так было. Вы же начинали еще в 90-х. Да вообще не было. Ну, у меня были проблемы, такие бандиты наезжали какие-то. Вот, я хотела про это спросить. Ну, какие-то там, кто-то еще было что-то такое. Ну, слушайте, было и прошло. Сейчас уже совершенно другой мир. Уже как лет 15-20, как все поменялось. У вас огромное количество самых разнообразных друзей и партнеров. Как вы умудряетесь со всеми дружить? Вот Клячин у вас в партнерах, с Мишустиным вы дружите. Я не знаю, там, ну, масса. Если копнуть ваши рестораны, там везде сидит какой-нибудь очень интересный человек. Как вы с ними, со всеми поддержите отношения? С Александром Клячином по телефону. С вторым человеком иногда как-то по телефону. С кем-то я там вижусь, с какими-то моими партнерами, кто принимает участие. А кто принимает участие? Ну, вот здесь вот мой партнер сейчас, да. Ровно в 4 часа у него обед здесь. 15-50, 15-59, он садится за стол, в 16-00 у него обед. Я к тому, что все, все разные, все по-разному. С кем-то я больше общаюсь, с кем-то меньше общаюсь. Но в основном я все-таки стараюсь вокруг себя как-то так вот объединять все-таки таких людей, которые мне нравятся, с которыми мне хорошо. Я не могу, конечно, про премьер-министра не спросить и про недальний Восток. У вас же с его сестрой помогут. Могу не спросить, могу и не спросить. Не могу и не спросить. Как вы познакомились с его сестрой, как вы познакомились с премьер-министром, министром? Что вообще с вас связывает? мы с ним вообще знакомы огромное количество лет, когда он еще даже не работал в налоговой службе. Мы с ним просто дружили, как-то так, дружили. А откуда вы познакомились? Вы учились вместе? Где-то занимались? Я даже не знаю, где мы познакомились. Может быть, не знаю, кто-то нас общие какие-то знакомые. Я даже не помню, где это было. Даже не задавал вопрос. Давайте так, он мой хороший там товарищ, товарищ, но давайте так, где он и где я? Поэтому давайте, чтобы это не было, что я там какой-то там кто-то, кто может там к нему близкий. Нет, он все, он уже там, а я здесь. поэтому, когда мне... в чем вас обвиняют. Я объясню, когда, значит, когда, когда, значит, он стал премьер-министром и написали, кто-то написал, что типа я друг и тут ко мне полезли. О, сразу ко мне уважух такая стала. Полезли, да? Да. И кто-то там кого-то на должности, там можно ли назначить или еще что-то. То есть я сразу таким крутым стал, да. Но я стал, я стал, что ребят, давайте так, вот, давай так, вот, без меня. Вот, ничего, да, я никуда не звонить, да, и я просто знаю этого человека, не дай бог, если я там что-то приду и скажу, он меня реально пошлет. Он очень, знаете, как, дружба-дружба, служба-служба. Он очень такой специальный человек. Я думаю, что поэтому его, наверное, и назначили. очень жесткий, даже правильно сказать. Очень жесткий, да. То есть если там, знаете, как ты ко мне не лезешь, я к тебе не лезу. То есть вы не можете что-нибудь обращать? А если случится какая-нибудь беда, вы можете обратиться за помощью? Я надеюсь. Но я не обращаюсь обычно. Но я надеюсь. Я всегда считаю, что есть, знаете, у каждого человека должен быть какой-то контрольный звонок. Да. Да. Я считаю, что если да, то да. А по мелочи никто не должен звонить. Я думаю, что если беда, то я думаю, что этот человек не откажет. Если беда, нет. Я считаю, что это правильно. Мне кажется, в этом и существует, в этом и есть настоящая работа. Дружба или товарищ, что когда беда, люди не отказывают. Ну, когда беда, а не когда зарабатывание денег. Разные вещи. А с сестрой его что вас связывает? Кроме ресторан в Недальний Восток. А потом про Недальний Восток еще расскажешь. Недальний Восток уже нет как такового. Да, его нет. И там что-то... Есть Симач. Когда-то она была со-партнером нашим просто и все. Потом они... Все, они уже ушли. После того, как все это произошло, начали еще писать, они полностью вышли уже совсем. Полностью вышли. Она занималась, она принимала какое-то участие иногда, когда мы только начинали, как пиар, как раскрутка. Когда-то Недальний Восток гремел, в принципе. Гремел, да. Потом вы его решили приклеить. Я думаю, что там было... Не думаю, что это была причина в раскрутке какой-то Наташи, когда она там была. Это просто так сложилось. Во-первых, было идеальное место, совершенно новый ресторан. Возле Анексима, да? Да. Новые компании, которые строили. Это дизайнеры были японцы, строили сингапурцы. На мой взгляд, это было что-то новое для Москвы. А потом потихонечку, когда Глена ушла от нас, потихонечку ресторан начал опускаться. Место сейчас уже не настолько оно как бы такое вот удобное для ресторанов. Такое, знаете, 20 метров от счастья. 20 метров от счастья? Я так называю. Такие места 20 метров от счастья. Ну, когда патрики все работают, оно не там, не сям. Парковки нормальной нет, как таковой. Я бы тоже, наверное, знаете, как мог бы позвонить, сказать там, знаете, нет, парковочки не могли бы нам помочь с парковочкой поставить. Мог бы? Вы мне скажите, можете его позвонить. Это же Лексутов. Здравствуйте, я друг Мишусти, да? Нет, ну, в общем, короче, я не пользуюсь никакими там связями. Никогда не пользовался. Расскажите про места. Вы много раз говорили, что вы чувствуете город, и вы знаете, где что поставить. Уже не так хорошо чувствую. Я проглядел Большую Никитскую, где все наши коллеги, в том числе Боря Зарьков и Локи Группы, и какие-то еще ребята сделали все хорошие рестораны. На мой взгляд, Большая Никитская сейчас стала такой ресторанной Меккой. Это улица, которая, думаю, одна из самых топовых ресторанов в Москве на ближайшие 10 лет. А я там не сделал ни одного ресторана. Поэтому я лузер. А Патрике? В Патрике есть проблемная история. В Патриках это то, что возмущенные жители, которые не дают нормально работать, работают до 11 часов вечера, а Большая Никитская она бомбит. Там практически нет жилья никакого. Поэтому я уже не тот Федот, как кем был раньше. Появились более грамотные рестораторы, которые тоньше чувствуют. А после Большой Никитской что будет? Как вы думаете? Какие еще локации сейчас модные? А будет весна, помните? Ну, мне кажется, все зависит от того, все-таки от еды. Знаете, пока чего нет в Москве? Чего? В отличие от западных стран. На Западе в рестораны едут и могут доехать 40 минут, 30 минут, час, полтора часа специально в ресторан. В России в Москве и в России пока такого нет. Ресторан важно, чтобы находился в правильном месте, в удобном месте. А как вообще поменялась ресторанная публика с момента, когда вы начали поменялось? Очень сильно. Я считаю, вообще страна поменялась. Москва поменялась. Если раньше я когда, а я там все-таки был за границей, мне резало глаз, когда я приезжал в Россию, я видел совершенно других людей, плохо одетых, менее культурных, неправильно себя ведущих на улицах или еще где-то, то сейчас я смотрю, ну, дайте, про Москву будем говорить. Москва такой же город, красивый, правильный, чистый, с жителями, как любой европейский город. А если мы говорим про гостей, ресторанов, то это уже люди с воспитанным вкусом. Вкусом к еде, к алкоголю, к напиткам или к внешнему виду. уже люди, которые научились правильно себя вести и правильное потребление. Помните, еще тоже интересно про правильное потребление, что если раньше было, может быть, лет 15-20 назад, было принято гулять, шампанское, вот эти искры, все. Нет, сейчас не дай бог. Сейчас все очень аккуратно думают, как они себя ведут. Никто не показушничает, никто лишнего никогда не заказывает. Нет вот этого выбрасывания денег, как раньше. Все совсем по-другому. Ну и город, посмотрите, какой город стал красивый. Офигенный. Просто реально город. Мне нравится. Собянин. Да. Да. Да, мне нравится. Ну, давайте так, Юрий Михайлович тоже был, наверное, хорошим мэром. Ну, как бы, там, уровень все равно, наверное. А вам, кстати, при ком из них проще работать? Вы еще, наверное, и Гаврила Попова застали? Ну, да, наверное, застал. Одинаково, при том и при том. Я никогда не был близок ни к тому, ни к тому мэру. Хотя отношение у меня хорошее и к Юрию Михайловичу, и к Сергею Семеновичу. Но давайте так, при Сергею Семеновиче, наверное, город еще больше изменился. Он стал намного краше, он стал зеленым. Я, может быть, сначала не был доволен в этой перестройке этих улиц, вот этих каменных, вот этих всех тротуаров. Но город в любом случае изменился. Мне кажется, вы должны были бы быть недовольны тем, что парковки убрали. Однозначно. Я потерял из-за этого четыре, может, пять ресторанов. Какие? Сыр, недальний восток, маркет, еще там, там, где идеар у нас был, там, там, магазин такой. Ну, потерял, потерял. Именно потерял. Ну, давайте так. Я все время задумываюсь. Ну, да, конечно, мне было не здорово. Мне лично, да. Ну, наверное, там, москвичам, наверное, от этого хорошо. Честное слово, говорю сейчас не потому, что там камера на меня смотрит. Я бы тоже так сделал бы. На его месте, наверное. Ну, должно быть правильное удобство, наверное, для движения транспорта и пешеходов. Ну, конечно, не хотелось терять рестораны. Ну? Ну, открыли в другом месте. Ну, я имею возможность. Это да. Если бы у меня было бы один-два ресторана, наверное, я бы сейчас по-другому разговаривал бы. А когда они это составляло какую-то маленькую часть в общем объеме... Сейчас интересно. Возвращаясь к этому ресторану. А сколько стоит вас нанять? Вас, ну, вас, не вас лично, а вас и вашу команду, компанию, для того, чтобы вот такой ресторан как-то вот преобразить? Мы не берем сумму какую-то, мы берем, ну, какую-то мы становимся сопартнером доля. Мы дольщики. Какую долю берете? Львиную. Ну, слушайте, все по-разному. Да не, ну, все по-разному. Я не хотел бы там все это рассказывать, да, нам предложили, я не знаю, когда мы это будем получать, зарабатывать, но, в принципе, если нам предлагают что-то, и мы соглашаемся, то в основном мы становимся сопартнерами. Все. Вот за этот период сюда еще, как мы пришли, вложили еще такую круглую сумму денег. А здесь никогда людей нет, говорят? Нет, есть. Есть? Нет, есть. Много. Он хорошо работает. Потом здесь еще кабинетики есть разные, там люди в кабинетике сидят. Вообще, хорошее место. Мне нравится. Смотрите, как есть. Здесь жить можно, здесь кровать поставить, и спать можно. Вы не согласны, вы так смотрите на меня, как на чудо какое-то, да. Ну, я не знаю, кровать насчет поставить в ресторане. Ну, это я так, да. Выставить ресторатор, вам, наверное, приятно. Я в редакции могу себе кровать поставить, мне там нравится. Ну, вот видите, конечно, да. Хорошо, про... Вы смотрите, красивая. Кто там изображен? Не знаю, какие-то девушки. Нормально, да. Какие девушки? А что вы не узнали? Что за девушки, да? Спросите, почему они там нарисованы, кто они, да? Почему этот человек нарисовал? Сейчас я вас тоже буду задавать вопросы, да. Почему вы не спрашиваете? Вы меня спрашиваете, а я вас не могу спросить. Что у вас за браслет вот этот такой вот черный? Это часы, что это такое? Нет, это пропуск в спортзал. Вы занимаетесь? Да, конечно. А вы? Нет. Почему? Перестал. Нет, я должен пойти, да. Я каждый раз говорю... Вы чем занимаетесь, кстати? Раньше физкультурой занимался. Я, в принципе, могу отжаться. Раньше в теннисе играл настольный. Сколько раз отжаться можете? Ну, вот если вот так упереться, чтобы я так... Ну, раз 50 мог бы, наверное, от пола. Это не так много. Но это так, если так уже из последних сил. А так, ну, 40 спокойно отожмусь. Как вы вообще относитесь к здоровому образу жизни? Я отношусь хорошо к здоровому образу жизни, но не всегда придерживаясь его. Я тут выставлял в Инстаграм пиво. Я пошел, купил пиво. Я спрашиваю... Боря Зарьков меня спросил. А ты выставил вот это пиво? А ты что, тебя не заплатили? Я говорю, нет, я просто купил его. Мне хотелось показать, что я пью пиво. Позавчера я пошел в магазин за томатным соком. Обожаю томатный сок. Мимо проходил прилавку, увидел там лапша корейская, типа деширак. Купил себя, кипяточком залил. Вы больше гедонист, чем зожник? Наверное, да. У меня дома одна проблема, никто не алкоголь не пьет. Жена не пьет, дочка не пьет, зять не пьет, сын не пьет. Выпить не с кем? Не с кем выпить, вообще, серьезно. Нет в семье нормальных людей. Что вы смеетесь-то? Мы вообще в гости никого не зовем. У нас практически в гостях никто не был. Был только Федя Бондарчук и Степ Михалков. А почему? Ну, у нас дом старенький, маленький. Так сколько квадратных метров маленький старенький домик? Ну, он так сделан. Он не маленький, в общем-то. Он метров 600. Но он как-то так сделан, что, в принципе, не смейтесь, да. Ну, в общем-то, по нынешним понятиям не такой. Он так сделан, что у нас даже нет места, где вот здесь есть. Ну, не то, что богатые плачут, да. Ну, реально, как-то так он организован. Мы строили его 25 лет назад. То как-то так сделано, что не сесть, не... Построю новый, когда позову всех. Про ваш лондонский ресторан. Скажите, у вас там очень интересный партнер. Десять лет. Десять лет работы. Десять лет ресторан уже. Десять лет. И все так же популярен. Да, так же, да. У вас там очень интересный партнер. Нет, никаких. Был. Был. Был, 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 да сплыл. Был, да сплыл. Откуда вы его знаете? Такой человек... Вы же не сказали, я сам, я всех знаю сам. А чем он интересен, Даша? Расскажите мне, кто он такой вообще? Такой фамилия Чепа. Кто такой? Да, кто такой. А вы не знаете? Нет, конечно. Расскажите мне, кто он такой? Ну, он, по-моему, служил в ГРУ, занимался Африкой. Да ладно. Почему я в Африку? Я, да? Может, он меня туда... Так, и... Так где вас не познакомились? Я не помню. Вот сейчас, знаете как? Сейчас вы еще спросите, а скажут люди, да, вот, врет еще. Я реально не помню. А, меня мой товарищ с ним познакомил. Какой товарищ? Александр Соркин. Саша Соркин. Он мне познакомил. Он какой-то там с ним... Он и друг, может быть, и какой-то где-то, а не там чего-то. Да. Лешу я знаю. Леша хороший человек. С ним я очень редко общаюсь. Ну, я вообще ни с кем не верюсь особенно. То есть я очень мало с кем-то встречаюсь. Если вы спросите в моих ресторанах, вообще часто ли они меня видели сидящим в ресторане и там с кем-то обедающим или ужинающим, скажут, что очень редко. А почему вы редко встречаетесь? Вас как-то это утомляет, общение с людьми? Как художников всякого. Я немножко такой человек своеобразный. Я люблю людей, но всегда я вот, знаете, всегда вот, всегда вот так вот все равно с этими людьми. То есть я вот сам по себе. Нет, нет. Если спросите, много ли у меня друзей? Да, много ли у вас друзей? Совсем мало. Потому что я, наверное, надо уметь дружить. Я, наверное, не очень умею дружить. Так по списку ваших партнеров не скажешь. Это разные вещи. Это разные вещи. Дружить и партнеры – это совершенно разное. Это никак не связано. Дружить надо уметь. На дружбу надо иметь время. Этим надо заниматься. Это как бы определенные затраты времени и энергии, которые у меня нет. Вас это как-то беспокоит, то, что у вас не так много друзей или нет? Ну, уже не беспокоит. То есть мне достаточно общения, которое я в процессе дня. Но я, например, бы хотел бы, вот как я вам говорил, мне не с кем выпить. То я думаю, что это было бы лучше, если бы таких людей было бы больше. Ну, мне это не беспокоит вот так, что мне это нет. Но я думаю, что это могло бы быть. Но я все равно, у меня есть там люди, с которыми я общаюсь или дружу еще с тех времен. Тоже опять Федя, Степа, Банарчук и Михалков, и еще какие-то люди. Но все равно я очень такое, все равно закрытый достаточно при своей открытости. Ты так можешь сказать? Ну, наверное, вам виднее. Ну, вам не виднее. Вы же меня изучали, вы же пересмотрели все мои интервью. Вы же можете охарактеризовать мне, сказать, так это или нет? Ну, серьезно. По интервью не больно-то поймешь. То есть вы думаете, что я такой все-таки, да, там, тым? По интервью. Или я играю? Вы в интервью очень закрытый человек. Я на самом деле, вы правы, я закрытый человек. У меня есть вообще своя определенная даже теория, философия. Я, например, не люблю дни рождения. А потому что, вот видите, у вас пальчики вот тогда. Вот у меня такая есть теория, значит, я вообще закрытый человек, и я в себя внутрь никого не пускаю практически. В день рождения, когда тебя начинают поздравлять, у тебя вот эта внутренняя вот эта фигня, вот это, бах, открывается, и туда может залететь все, что угодно. И я поэтому не очень люблю, когда меня поздравляют, потому что я все время... Вы боитесь показать уязвимость? Я не показать, я просто... Стать уязвимым. Стать уязвимым, да. Не показать. Стать. Ну, я не знаю, почему, может быть, это где-то какое, что это, детские какие-то, какие-то, может быть, чего-то. Это что-то из детства. Ну, видимо, да. Панцирь. Но у меня было очень сложное детство. Расскажи. Я даже там в этой книжечке написал, что у меня жизнь моя началась с 17 лет. То есть у меня была... Ну, у нас была небогатая семья, совсем бедная. Мы жили с мамой в одной комнате до 20 с чем-то лет, когда уже я был взрослый парень в одной комнатушке. Вот. У меня была мечта иметь велосипед, который мне так и не купили, потому что, может быть, сначала денег не было, а потом не было даже, куда его поставить. Потом я учился в школе не очень здорово. И мне не нравилось учиться в школе. А учителям, видно, я тоже, может, не сильно нравился. У меня не было друзей в школе совершенно. Почему? Ну, наверное, может быть, дела во мне было, может быть, там, в моих, там, одноклассниках. Я был мелким все время. У меня все пуговицы все время были выдраны с клочьями все время, потому что меня там возили. Я был самый маленький в классе, даже мельче, чем все девочки, которые были. То, что сейчас называется, стали жертвой буллинга? Я не знаю, что это было, буллинг или нет. Я так часто говорил, что, в принципе, по идее, после всех этих, вот этих детских событий, я должен был быть или говнюком, обиженным на всю жизнь, или наоборот. Ну, знаете как, мне не нравится, когда обижают других людей. Хотя сам я на язычок-то тоже такое достаточно могу приложить, да, я такой, я никогда, я вижу что-то неправильное, я могу, конечно, с ловцом-то так, лявнуть чего-то. В общем, ты такой вспыльчивый человек. Ну, в общем-то, короче, детство у меня было непростое. Недолюбленность, да. Может быть, вполне возможно. Ну, я надеюсь, что это не сказалось глобально, то есть я не злюка, но, наверное, где-то, где-то что-то было. Ну, в случае, мы жили там, папа нас жил отдельно, мы жили с мамой, бабушка меня воспитывала, мама что-то работала, все время что-то делала. Маму вы не видели, что ли? Видел, видел, но видел, меня там пару раз или несколько раз отправляли в какие-то лагеря, там, зимние, потому что я, может быть, говорили, что я себя плохо чувствую. День рождения у меня обычно летом еще было, даже летом обычно, знаете, когда нигде не справляют какие-то пионерские лагеря все время. Ну, в общем, короче, так. А потом, когда я закончил школу, поступил в кулинарное училище, и тут вот я понял, что мир имеет краски, что он совершенно другой, что можно жить, что можно быть, ну, как бы, из троечника, между троечником и двоечником, можно быть отличником, что можно наслаждаться тем, чем ты там занимаешься. То есть это совершенно другая жизнь была. Сейчас заплачу. Да, мне тоже кажется, вы прям расстроились. так вот, да. Так совпало. Поэтому, если сейчас мне будет в следующем году 60, то у меня сейчас 43. Я что, молодой пацан, нормально. Я в 43 года был молодым пацаном, я считал. Сейчас уже по-другому. Вообще офигенный возраст. Между 40 и 48, 49. А что, потом жизнь кончается? Вы хотите сказать? По-другому, знаешь, начинаешь задумываться, вот тебе полтинник уже там, ну, что-то там, можно думать, ну, уже по-другому, ценности какие-то, начинаешь задумываться о чем-то. Да ладно. Да, да, да. Вот потом потом. 60 – это новый 40. Ну, так говорят, да. Поэтому посмотрим. Я надеюсь, да. Ну, я вот, все, в принципе, нормально. Нормально. После ковида мне было тяжело. Я когда переболел ковидом в том сентябре, блин, вот я думал, что жизнь закончилась. Тяжело болели, да? Я болел, я переболел еще, ну, так, более-менее. У меня было поражение 25% где-то. Я лежал в больнице, потом вышел, все началось потом. А что началось? Ну, у меня потом там, ну, там, метров 100-150 пройти, должен был сесть. А, это да. У меня были панические атаки, на самом деле. Я думал, что я сам справлюсь, а я человек волевой, я думаю, что сам справлюсь, не справился. У меня был даже момент такой, что, знаете, у меня был там, я ночью, значит, проснулся, а я еще перед этим выпил снотворное, я понимаю, что я не могу спать. А ты, знаете, когда в голове, когда ты хочешь спать, еще выпил таблетку снотворное и не можешь спать, и у меня начался, начался страх, паника. Я так, у меня это окошечко-то приоткрыл, думаю, блин, они лучше ли того? До такой степени? Да, я так нелегко переболел. Поэтому я считаю, что там, если кто-то будет смотреть, я не знаю, сами думаете, вам надо прививаться или нет, но болеть, болеть, это страшная история. Ладно, давайте к чему-нибудь хорошему. Что от вас ждать? Может быть, какой-нибудь новый файндайнинг сделаете в ближайшее время? Если найду хорошего какой-нибудь повара, сделаю. Но мы, слушайте, мы тут с Артемом разговаривали, не знаю, как дальше все это будет. Были кто-то, говорили, что там, мы недостойны этих звезд, мне так кто-то говорит, ходили слухи. Я говорю Артему, что мы не просто должны подтвердить эти наши звезды, а мы должны стараться что-то еще больше иметь. Ну, не знаю, возможно это или нет, вообще будет, может быть, такое или нет. Я, честно говоря, как вам сказал, я не верил, что вообще такое может быть. Вообще в моей карьере такое не может быть. Поэтому это очень здорово, знаете, как для финиша моего рестарраторства, было бы здорово, видите, как это, не было здорово, а это, знаете, такие, на пенсию, когда люди выходят, да, бах, да, вот ордена дали. Но есть планы как бы там удержать, добавить, может быть, что-то еще сделать. У нас есть планы, мы начали ресторан делать в Лос-Анджелес, уже начали строить. Два ресторана открываются в Саудовской Аравии. Думаем, сейчас у нас в Дубае возможно начнется проект. Нам предлагают в каких-то еще странах. Есть одна проблема. У меня нет уже этого азарта, такого, который был раньше. Видно от количества ресторанов, вот этот азарт, он немножко такой, он вот нивелируется. Он, знаете, как в песок такой он проваливается. Это минус. Может быть, это, я говорю, связано с тем, что их уже много, а может быть, связано с тем, что я уже вроде типа построил уже чего-то там много, поэтому уже, знаете, нет вот этого, вот этого кайфа такого. Знаете, как от первого чего-то. Японский построил, итальянский построил, русский построил, там азиатскую там сделал чего-то, китайская у меня было, мясной ресторан есть, рыбный есть, в Англии есть, в Италии там что-то есть. Ну вот, 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 вот чего. То есть все сделано? Ну вот, вроде как. Вроде как, да. То есть получается, вы всего достигли, вам просто не о чем мечтать уже больше? Ну, есть мечта одна. Какая? Я не скажу. Ну, я просто не очень хочу говорить. Не, серьезно, мечта у меня, я живу ей уже несколько лет. Ну, она не связана с рестораном бизнеса? Нет. Совершенно другая. Нет, не связана, не связана. Я уже воюет несколько лет, я ее как-то, вот ее, вот, да, делаю эту мечту, да, посмотрим, что будет дальше. Ну вот, есть мечта. Я вообще, знаете, тоже у меня был когда-то тоже страх какой-то, это было лет 15 назад или 10. Я вообще считаю, что у человека должна быть цель какая-то. Да. Мечта какая-то. И это было лет 10 или сколько-то назад, или я проснулся и подумал, а у меня нет мечты, нет цели никакой. И я немножко испугался. Реально такое было. И я потом для себя как-то так, знаете, я так себе подумал. И нет, надо ее найти. Значит, ты ее должен придумать как-то, да. Ну и потом она как-то придумалась. Я уже после этого, уже через какое-то время не задумывался об этом. Но какой-то у меня такой, ну, страх относительно вот этого. Меня немножко так вот охватило. Неужели, неужели все? Подумал я. я тут интересно задумывался. Мы там, где я живу, там у нас есть ворота, которые открывает человек. И вот этот человек, который открывал ворота, он открывался такой, это каким-то, с таким ленью, с сигареткой в зубах. Я говорю, так для себя, все с сыном, я ехал тоже рядом. Я говорю, вот смотри, вот есть у этого человека будущее. Потому что, мне кажется, от любой работы можно ловить кайф. И, мне кажется, любая работа может приносить какое-то удовольствие раз и какую-то, давайте, ну, как бы ступеньку для работы, для какой-то новой. И я считаю, что всегда, как бы, человек должен для себя все-таки искать какую-то перспективу, он что-то должен хотеть делать. Я считаю, что это очень важно. Для мужчины очень важно. Для женщины, наверное, когда я со своей дочкой разговариваю, дочка считает, что вообще я не должен говорить там, что мы разные. Она, у меня там такая феминистка, может быть. Фемповестка у вас дома. Да, наверное, да. Она считает, что мы все одинаковые, все, да. Ну, я не считаю, да, но она вот, вот такого, что мужчины должны, а женщины не должны, у нее все, мы все одинаковые. Но и мое мнение все равно. Все-таки мужчина добытчик, мужчина организатор, женщина может сидеть при необходимости, если она хочет дома и заниматься домашними делами, а чего мы вообще не работать. Мужчина должен зарабатывать деньги. То есть вы-то так не очень относитесь, без энтузиазма к современным модам веяния. Я без энтузиазма, да. Нет, я, нет, давайте так, я на самом деле меняюсь. Я становлюсь толерантным человеком. Или стал уже толерантным. Были, есть вещи, которые на меня, когда-то резало взгляд или мое понимание. А сейчас считаю, что это нормальные какие-то. Поэтому меняется. Может быть, с возрастом, может быть, с моим. Все равно воспитание. От общества многие вещи зависят. От того, как ты воспитывался, где ты живешь и с кем повелся. С кем поведешься, с тем и наберешься. Да, так и есть. Поэтому Но вовите вам не с кем. Не, ну послушайте, я же, слушайте, секундочку. Я за день общаюсь с огромным количеством людей. И это очень много мне дает. Я на самом деле кайфую. Я вообще счастливый человек. Я реально, я люблю людей. Я люблю, я мне, на самом деле профессия, это моя еще потому, что я люблю людей. Мне не просто не западло подойти кому-то или что-то, с кем-то поговорить или помочь, или убрать тарелку, или еще что-то. Я обожаю это делать. Я могу подойти к любому незнакомому человеку, если это, я вижу, он должен видеть, нужно ему это или нет. И пообщаться, поговорить, спросить. Есть правило, правда, что это не должно быть долго, но для меня это кайфово. Я люблю общаться с людьми. Мне это нравится. И, наверное, люди видят, что я это делаю не потому, что меня заставляет кто-то. Это в кайф. Вот это называется настоящий ресторатор. Вы хорошо разбираетесь в людях? Думаю, что да. Думаю, что да. Ну, наверное, конечно, как все делают ошибки, но думаю, что да. Я разбираюсь. Мне интересны люди. Мне интересно, как они одеваются, как они смотрят, как они думают, как они ходят, что они носят там, или там, я не знаю, как они себя ведут, как они говорят. И можно сразу какой-то психологический портрет составить. Это очень интересно. Я считаю, что люди это, ну, одно из самых интересных вообще, что есть на этой планете. Не могу с вами согласиться. Я еще читаю уже много лет Харари. Ты прочитал Сапиенс. Я даже, у меня есть и книги, и я еще аудиокниги, я это несколько раз, этот Сапиенс, прочитал Хомо Деус, и вот сейчас вот этот 21 урок. Ну, конечно, там очень много про людей, про... Вообще, очень интересные книги. Интересно, что вроде самые простые вещи, он как-то человек этот, так рассказывает, что, в общем-то, ты по-другому начинаешь воспринимать то, что тебе казалось уже понятно. Ну, конечно, наверное, это самое интересное, что есть на этой планете. И рестораторы. Спасибо. Хорошая концовка. Да. Спасибо вам большое. Очень интересно. Мне было очень приятно. И надо посмотреть вы с Борей в Зарьковом, у вас было интервью? Было, Как интересно было? Да, вот то, что там какой-то очень необычный получился. Он необычный. Борей сейчас был день рождения, да, да, был день рождения, и у нас вот тут про наши, про отношения. Мне очень приятно, на самом деле, что он меня позвал на день рождения. Было всего 11 человек приглашено. Да, и не очень приятно, знаете, вот это отношение, при том, что он мой конкурент, коллега и конкурент. Он в интервью говорит, что вы его учитель. Ну, вот так это, понимаете, это у учителя относительно. Наверное, он учился, я-то его не учил, он, наверное, учился на моих, Ну, виртуз феврально. Для меня очень приятно, очень ценно. А вот интересно тоже, я тоже, был интересный момент, когда меня когда поздравляли с Мишленовскими звездами, удивительно, я задумывался, что мне больше всего как-то так вот приятно было, что мне позвонил Гушнирович. Да, хотя мы общаемся с ним, да, мы где-то там вместе пересекаемся, и я ему говорю, там, Миш, вот, вот, из всех сотни тысяч звонков или тысяч звонков, почему-то вот именно твое поздравление как-то меня вот больше вот так вот задело. Поэтому интересно все, вообще, конечно, люди интересные. Мы дружим с Сашей Рапопортом, тоже мой, коллега. Вообще, это очень здорово, что мы между собой все у нас очень такие хорошие отношения. Илья Дюденков хороший, много хороших, да, Антон у нас Пинский тоже коллега, активный, человек года по версии. GQ. Кстати, GQ вот скоро будет 20 лет. Да. А Форсу сколько? Форсу много. Много. 100 с чем-то там. Ну ладно. Больше 100. Спасибо. Спасибо. Спасибо.